Всем привет, меня зовут Богатейший Ди. Добро пожаловать на мой канал. Биткоин кэш вырос на 52% за неделю. Причина этому скорый хардфорк. Именно он станет темой сегодняшнего видео. Некоторые из вас наверняка могут задаться вопросом, а почему это так важно? Мы уже видели ранее хардфорки биткоин кэша, например, в мае 2018, и все они проходили достаточно незаметно. Я поясню, почему в этот раз хардфорк будет выглядеть совершенно по-другому, и почему люди, у которых есть биткоин кэш, должны придать этому значение. Итак, на примере этой схемы вы видите, что именно происходит с цепочкой биткоин кэша, когда происходит хардфорк. Простыми словами, это раздвоение цепочки. Большинство хардфорков биткоин кэша происходило именно так. Разработчики и все сообщество находили общие решения, и тогда каждый майнер переходил на обновленную версию криптовалюты. При этом старая цепочка, грубо говоря, умирала, потому что была несовместима с обновлениями, и ее никто не майнил. В случае такого сценария вам вообще ничего делать не нужно, вы просто держите свои биткоин кэши, и все отлично. Вы наверняка поняли, что на этот раз все совершенно иначе. Теперь разработчики биткоин кэша не смогли найти общий знаменатель. Началом войны в среде разработчиков биткоин кэша называют релиз клиента Bitcoin ABC. Это новые обновления, включающие смарт-контракты и атомарные свопы. В ответ на это Крейг Райт предложил собственный вариант реализации биткоин кэша под названием Bitcoin SV. Этот вариант, по словам Райта, является тем, что и есть настоящим биткоином. Только размер блока увеличен до 128 мегабайт. У нынешнего биткоин кэша он весит 32. Короче говоря, договориться не сумели, поэтому нас ждет новый хардфорк по другим правилам. Именно так началось противостояние между Крейгом Райтом и Роджером Вером в сообществе биткоин кэша. После раздвоения сети нас ждет две работающих цепочки. Какая-то часть майнеров будет майнить первую, какая-то часть вторую. А это значит, что после 15 ноября 2018 года мы будем наблюдать два разных вида биткоин кэша, который в свою очередь является хардфорком биткоина. То есть это будет хардфорк хардфорка биткоина. Что за дикая матрешка? Кстати говоря, взрослые богатые дяди тоже обижаются, поэтому Крейг Райт, о котором я выше упоминал, заблокировал Роджера Вера в твиттере. Ну как дети малые, ей богу. Но это снова доказывает, что внутри сообщества биткоин кэша существуют неразрешимые разногласия, которые может решить только хардфорк. Тот факт, что я небольшой фанат биткоин кэша, я больше склоняюсь к биткоину, не дает мне не заметить, что на сайте bitcoin.com в списке сначала виднеется именно биткоин кэш, а потом уже биткоин. Ничего странного в этом я не вижу, потому что в последнее время в таких странах, как Япония, например, биткоин кэш продвигается куда агрессивнее биткоина. Достаточно много торговых точек в Японии принимает именно биткоин кэш в первую очередь. А это, ребята, идея Роджера Вера, того самого. Идея, как можно быстрее привить биткоин кэш, который они называют истинным биткоином среди людей. Ускорить принятие криптовалюты, чтобы любой продавец или покупатель расплачивался ею. Для сравнения, разработчики биткоин-кор или настоящего биткоина работают с идеей не дать умереть своему продукту. Их, в принципе, не волнует скорость принятия этого продукта. Они хотят, чтобы мир увидел самую лучшую, когда-либо существовавшую криптовалюту. В этом заключается разница. Только я не понимаю, хоть убейте, как именно Роджер Вер собирается это делать? Как ты объяснишь владельцам какой-нибудь торговой точки, произошедшей хардфорк? Как убедить их поддержать именно твою цепочку? Что же делать, чтобы 15 ноября 2018 года ваши биткоин кэши удвоились? Было 100 биткоин кэшей, а стало 200. Что для этого нужно сделать? Прежде всего, хочу сразу предупредить, чтобы вы не попались на удочку мошенников. Если кто-то просит вас отправить ему приватные ключи, чтобы после хардфорка вы получили биткоин кэш 1 и биткоин кэш 2, шелите его лесом. Никогда не шелите никому свои приватные ключи. Останетесь без криптовалюты. На этот раз, чтобы получить в два раза больше монет, ничего сложного предпринимать не нужно. На самом деле, это не совсем удвоение вашего баланса. Просто вы получите одинаковое количество монет биткоин кэш 1 и биткоин кэш 2. Если у вас сейчас 5 биткоин кэшей, то после хардфорка у вас будет 5 биткоин кэшей 1 и 5 биткоин кэшей 2. Это понятно. Для этого монеты биткоин кэша нужно хранить либо на бинансе, либо на коинбейс, либо на окекс. Или как правильно эта биржа читается, я не знаю, никогда я ее не пользовался. Эти три биржи официально объявили о поддержке хардфорка биткоин кэша, поэтому вы получите бонусные монетки после того, как сеть раздвоится. Нужно просто иметь биткоин кэш на одной из этих трех бирж. И все. Если же вы храните биткоин кэш на флешке Ledger, то лучше выведите монеты на биржу. Так как официально Ledger заявили, что на время хардфорка операции с биткоин кэшем будут заморожены. До тех пор, пока не станет ясно, какая из образовавшихся цепочек будет стабильнее экономически и технически. Поэтому если хотите получить какой-то профит из этого хардфорка, оставляйте монетки на бинансе, коинбейс или окекс. Потому что для Ledger я не уверен на 100%, что вы все-таки получите монетки обеих цепочек, а не только одной. Напоминаю, хардфорк состоится 15 ноября этого года. Будьте очень внимательны, ребят. Биткоин кэш прямо сейчас жестко пампится. Всего 5 дней понадобилось, чтобы вырасти с 400 долларов до 600. Люди готовятся к хардфорку. Но вы знаете, как нужно действовать. Покупай слухи и продавай новости. А мы уже не раз наблюдали, как подобного рода хардфорки заканчивались падением актива, даже прежде чем сам хардфорк произошел. Поэтому действуйте крайне осторожно, если вы хотите получить выгоду в этой ситуации. Не рискуйте тем, что болезненно потерять. Ставь лайк, если в этом видео нашел что-то полезное для себя. Обязательно подпишись на канал, если еще не подписан. Каналу это очень поможет. А также делись этим видео с друзьями, чтобы они не проспали все самое интересное. Жми колокольчик, чтобы не пропустить видеоролики, потому что они выходят каждый день, а уведомления почему-то зрителям не приходят. Спасибо, Ютуб. Кстати, а тебе пришло уведомление об этом видео? Напиши в комментариях. Подписывайся на группу ВК, Телеграм, пользуйся нашим мониторингом обменников, все ссылки будут в описании. Ну и скороговорка, блин. Обязательно богатей и скоро увидимся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!